Что же касаемо второй песни, то история родилась с ней буквально вчера. Вчера я убирался в квартире, мыл посуду, мыл... Мыл, просто мужской рот. Папа мыл. Мама мы лихой, папа мыл. И готовил. В общем, занимался свойственными вещами каждому человеку. У меня жена всегда обижается, потому что я люблю очень много перцев и керачек. Вы знаете, когда говорят, если ты не солил, то ты влюбился. Интересно, а если ты не перечил, то это что? Все. Надеюсь, не мужикам влюбился, а то я люблю... Ну, не мужика, а перец. Сегодня 2 июля и второй месяц лета вступил в свои законные права. Я лично, конечно, хочу поблагодарить лето за то, что оно такое же, как и всегда в Питере. Нету гребаной жары, которую я ненавижу. Иногда идут дожди, по-моему, так побольше бы дождей, побольше пасмурности. Ну, вот такой я ебанутый на погоду человек. Фанатские солнца, конечно, там плачутся, то, что... Пусть опять нет лета, что такое? Как так жить? Как так жить? Нехуй было в Питер приезжать, вот как жить. А то обычно это все пиздят приезжие. Как вы так живете? Куриная грудка. Кроме грудки ни хера у меня в холодильнике больше не было. В холодильнике прям, я не знаю, шары катаются просто вот один за другим. Вот и мышку еще из петли вытаскивал сегодня. Походу, умершее детское питание, редкостная параша. Вот здесь от мыши села, вот тут. Господа, вот и все. Вот и вся еда быстро готова. Сейчас я все это... Чего руки-то трясутся? Так вот, вчера во время готовки я решил послушать альбом, который называется «Семь» у группы Аматери. Такая я пишу мораторию о моими идейными вдохновителями, тремя китами, столбами моего вдохновения были «Слипкнот», «Система Федаун» и «Аматери», то я решил послушать этот альбом, потому что я его слушал в далекий 2008, не путаться с седьмым. Восьмой возвращать не надо. И особо-то для себя ничего из того альбома не вынес. Ну, кроме только как Horizon 8-овской «Дыши со мной». Кстати, на минуточку мне нравится, как Аматери сделали эту песню. Пусть и пиздежа была вокруг этой песни. По большому счету все мои вдохновения от Аматери закончились на альбомах «Вечно прячется судьба» и «Книга мертвых». И я помню, как вышел этот альбом. И, естественно, все его скачали, начали слушать, ценить, что за новый альбом Аматери. Я тогда работал в такси в сланцах, и на смене, когда ездил, у меня был, заметьте, диск. Диск у меня стоял. Ну, конечно, не кассета и не винил. Прикиньте, винил в машине. Дыши со мной. И, работая в такси, всегда есть такая тема. Когда нет заказов, и все таксеры стоят на стоянке, то обязательно кто-то тусуется у кого-то в машине. Набиваются в одну тачку и сидят, чешут яйца друг к другу. Под конец моей деятельности в этой сфере меня это стало дико раздражать. Потому что я понимал, насколько мне тяжело находиться с этими людьми. И насколько мне с ними некомфортно. Потому что, ети мать, ну это вот мужики, которые там пиздят про какие-то свои карбюраторы, а я весь такой в нотах летаю. Это было очень тяжело. И, короче, у меня была очень сильная внутренняя борьба. И я постоянно сидел и думал, господи, ну хоть бы никто не пришел ко мне в машину. Хоть бы никто не пришел ко мне в машину. И в последнее время я уже сам перестал к кому-либо ходить. Я сидел тупо у себя в машине. И вот во время одной из таких посиделок у меня в машине сидел чувак, который нормальный. Действительно, из всех таксистов я могу пару человек выделить. Вот этот чел хороший. Я сейчас, когда приезжаю в сланце, вижу его на стоянке, всегда к нему подъезжаю, здороваюсь. Мы с ним базарим и прочее. Так вот он сидел. И как раз он мне играл альбом Аматери. Единственное, что я запомнил из этого альбома, не песню, а только одну фразу. Там была такая фраза «Люди точат ножи». Потому что тот чувак так сакцентировал на ней внимание. И он такой «Что? Люди точат ножи? Нифига себе песня!» Почему-то у меня такую реакцию вызвали строки из этой песни. Все. С тех пор я этот альбом больше вообще не слышал, не видел и даже не знал дела. И тут я решил вчера, дай-ка я послушаю этот альбом. Что там, как там, чего там, как там люди? Не затупились ли у них ножи? Или они продолжают их точить уже 9 лет? И что вы думаете? Я включаю, смотрю плейлист этого. Блядь, давай еще на яйца мне пролейся. Вот такой весь горячий, чтобы я тут «О, блядь!» бегал. И что же я вижу? Там есть песня под названием «Ну зачем ты гаснешь, блядь?» Почему вы мне не даете рассказать эту историю? Вы хотите, чтобы это осталось в тайне? Компьютер, кружка. В конце концов, блядь. Что такое? Так вот. Ну, давайте, пидорасы. Я уже приготовился. Кто сейчас что сделает, чтобы я не рассказал эту историю? Короче, там есть песня под названием «Новый герой», а у меня тоже есть песня «Новый герой». Но заметьте, по моей истории я уже рассказал, что я не помнил, какие там были песни. Это так, на вскидочку, мало ли. Есть же люди, которые любят доебываться, потому что песни одинаковые. Например, один из таких людей – это я. Все долго не мог понять, зачем было называть песню «How Deep is a Love», когда есть песня «How Deep is a Love». Биджиз. Тем более, в той песне «How Deep is a Love», вот в последней, в современной, есть прекрасные слова. Можно было так песню назвать. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у». И еще немного про люди, которые точат ножи. Я же не знал, из какой песни эта строчка. И вчера, когда я прослушал эту песню «Новый герой» о «Аматоре», я услышал то, что люди-то точи… Хочи, блядь, что люди-то ножи точат именно там, в новом герое. Блядь, передача такая, по-моему, была, да? Где-нибудь там на острове что-то, да? А, блядь, последний герой. Поэтому вчера у меня был некий такой вечер откровений. Так же, как с песней, которая рабочее название в сланцах было 4, так и с новым героем вчера записавшимся. Ну что ж, более-менее экспрессивно рассказывая вам различные истории, которые происходили, я начинаю просыпаться. Конечно, еще в этом мне помогает вода растворимая в кофе. На самом деле не помогает. Я из тех людей, которые могут обхерачиваться кофе и лечь спать спокойно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!